добрый вечер дорогие друзья вами анна якуба руководитель школы сухого голодания с родением и александра люсарева здравствуйте сегодня третья часть нашей встречи нашей беседы мы с александрой на первой встрече поговорили ну вообще александра рассказала себе о своем духовном поиске как она в свои 47 лет докатилась до пробуждения через медитации и свой интерес в жизни вернее через то что интерес к жизни у него какой-то момент это можно посмотреть первой части и мы с тобой закончили о том что решила уйти со своей постоянной работы на которой работала и уйти заняться любым делом на тот момент уже переросло в твое хобби и поглощало как бы всю твою жизнь и твой интерес был сосредоточен на этом и мы с тобой говорили и смеялись над тем что ты когда уходила с работы сказал ну наконец-то я прочитаю книжки и я посмеялась искал ну вот интересно мне будет когда ты прочитаешь первую ну вот расскажи вот когда твое хобби стало твоей работой лучше тебе стало как хуже или вообще что что произошло с чтением и со всем остальным но получается когда человек работает да когда хобби превращается в работу человек перестает наверное осознавать что он работает и это продолжается с утра до вечера без выходных я даже себе принудительно как бы обозначила выходной суббота но это не спасает ситуацию потому что нет выходных дней когда ты чем-то горишь ты готов и ночью да вот у меня идет какой-то анализ допустим у меня есть завтра определенный человек и я ему там рассчитывала до его данные и ночью мне приходит какая-то мысль я встаю и записываю или начинаю открывать натальные карты смотреть проверять и так далее вот по поводу книжек да я очень хотела читать книжки но книжки те которые вот по моему хобби не получалось получалось только таким образом то есть есть запрос от клиента я сомневаюсь и я начинаю тогда искать эту информацию в книжке вот только таким образом получалось читать книжки но не как по-другому аж подожди давай вот ну вдруг кто-то сразу наскочит третью часть интервью скажи вот ушла с работы и вот чем ты занялась вот твой уход так непонятно пришел человек откуда пришел что за человек я консультирую людей через такие инструменты как нумерология астрология энергетика то есть вот из используя научную эзотерику я помогаю людям таким образом получать ответы на их вопросы вопросы разные но разное то какие но больше всего я люблю отвечать на вопрос когда есть у человека кто я и зачем я пришел в этот мир потому что как бы это самые базовые вопросы и это то с чего я начала идти в эту сторону то есть у меня появился такой вопрос я начала искать ответ и таким образом как бы вышла в эту сферу вопросы могут быть совершенно любые это и духовные и материальные то есть через эти инструменты можно дать ответы но вот буквально на такие вещи как завтра у меня консультация по бизнесу да и человеку важно знать как бизнес будет дальше процветать да как оформить своем свою студию какие цвета подобрать какое подобрать название это все реально можно увидеть и просчитать да даже тут но с тобой мы в основном занимаемся прогностикой то есть когда человек планирует наперед это не все так делают но люди которые создают свою жизнь самостоятельно да они планируют то есть они ну это вот ты у меня самый лучший пример в плане того что мы садимся и просчитываем год наперед что может быть и тогда уже как бы по мере поступлений различных ситуаций и постелить соломку да где просто ждать критические дни полета на самолете для принятия важных решений это прогностика да есть это всех интересует нет нет многих интересует отношения с другим но с мужчиной да есть и когда интересуется в разрезе целой семьи то есть папа мама дети но есть такие интересы я помню у меня была клиентка кстати она пришла от тебя у нее было что-то около семи детей и вот ей было интересно за каждого и потом еще в целом посмотреть кто кому пришел и когда я рассказывала что там вот этот старший сын да ему важно отношение там с его такой-то сестричка она говорит вы знаете ну действительно так вот удивительная разница возрасте как бы интересы но вот этот маленький хвостик все время бегает за этим старшим братика вот я поняла про кого ты говоришь из израиля да да вот потом вопросы здоровья это тоже очень интересная тема и есть и такие консультации последнее время консультации по соляру то есть как правильно встретить свой день рождения и правильно ну как сформировать сформировать будущий год то есть каждый день прожить у нас программа закладывается 12 дней на 12 месяцев и вот каждый месяц как правильно прожить не каждый месяц а каждый день после дня рождения вот 12 дней как правильно как бы прожить какие сделать действия потому что есть сферы разные если первый день связан с внешностью да то очень хорошо как бы навести марафет сходить в салон баню там такие манипуляции если второй день связан со второй сферой то это каким образом тебе будут поступать деньги и я всегда рекомендую даже если вы не ждете поступление договоритесь с кем-то чтобы вам перечислили деньги за что-то да или просто отодвиньте эту этот момент попросите чтобы за определенную услугу вам именно в этот день пришли денежки или хорошо встречать день рождения не в сам день рождения да а на следующий день и тогда когда к вам приходят с подарками идут поступления это очень сильно активирует вот эту вторую сферу которая отвечает за приход а как я делаю свой день рождения закрываясь на замок со следующего дня и мою подарки еще в течение месяца да но еще интересно что соляр может быть не обязательно в этот день когда вы родились вот у меня в этом году на день раньше то есть у меня было прошлом году да 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 накануне очень получается тогда хорошо как бы гости приходят в ваш день рождения а у вас уже это второй день соляра ну вот смотри мне это интересно вот твоя базовая как бы консультация люди от чего обращаются это вот хотят узнать свою миссию на земле предназначение мы с тобой эту консультацию ради интереса ну чтобы хотя бы проверить себя да мы сделали с тобой через пять лет да начало потому что я как бы все знаю еще удивлялась что я сидела так как равнодушно это все слушала просто в принципе уже у меня так все было понятно вроде как бы интересно было там это моменты конечно но тем не менее но ты ко всему пришла сама не все люди так могут меня побуцало хорошо да то есть у тебя огромный путь который тебя вывел и ты уже как бы осознала и свою миссию да и свое предназначение потом когда я тебе рассказывала ты уже но это было просто констатация факты и ты как бы соглашалась а есть люди которые приходят вот удивительно сейчас очень много молодых людей приходят то есть это от 20 до 30 лет которые уже осознанно строят свою жизнь и они хотят исходя из со своего предназначения построить свое будущее саша а себя ты считала скажи признавайся какая твоя миссия и какое твое предназначение признавайся но вообще миссию как бы человек себе создает сам и ну вот ради чего он живет это его миссия да вот у меня это я хочу разбудить как можно больше людей в плане духовности чтобы они посмотрели в эту сторону чтобы они увидели что не только материальный мир вокруг да а есть более глубокий интересный потому что и по каббале материальный мир составляет всего лишь один процент а девяносто девять процентов это вот того мира невидимого который присутствует и многие люди его просто не признают да не то что как бы не видят они его не признают те люди которые идут в эти девяносто девять процентов как бы рискуют и начинают смотреть в эту сторону они получают такую глубину и понимают что ее невозможно объять и тогда жизнь приобретает реальный смысл и вообще как бы почему мне нравится давать людям эти знания потому что есть душа которая приходит на эту землю она приходит с определенные задачи и чтобы ее выполнить ей нужно тело в котором она осуществит эту задачу интересно что мы развиваем то не душу а мы развиваем материю потому что душа это частичка божественного и она но считается как бы эталоном да но ей дается задача и она через взаимодействие с природой а что такое природа это наша планета земля природа рот то есть душа попадает в рот получает тело и душа развивает вот эту материю которую потом оставляет тут же на земле то есть часть бога возвращается она прекрасно в своем как бы изначальном виде ее не надо развивать но через душу мы развиваем вот эту вот материю нашу планету земля и есть две задачи у человека задача души и задача личности и здорово когда человек и ту и ту задачу реализуют но бывает так что человек реализует только задачу по личности и тогда в определенный момент у него начинает болеть вот эта душа как у меня в 28 лет да то есть все что личности надо было она сделала и я почувствовала вот этот потолок а душа при этом болела и плакала потому что ее задачу как бы никто не слышал и когда я вышла на это я начала реализовывать уже задачу души а есть люди наоборот они идут в духовность забывая о реализации личности это люди такие отшельники которые может быть же может быть и живут где-то на горе да или в уединении в келье им комфортно но тогда личность не реализована и начинает болеть тело материя да то есть не реализованы задачи тела и начинает именно болеть тело и вот чтобы этого не было нужна гармония между задачей души и задачей личности каша ну и что вот это все на твоей консультации можно понять и увидеть да и ты сейчас разобраться в этом да разобраться в этом еще можно увидеть матрицу которую выбрала себе душа то есть что такое матрица это определенные характеристики то как ты действуешь что как ты думаешь что как ты отдыхаешь что тебя мотивирует как ты берешь витальную энергию то есть ты выбираешь себе определенную матрицу и через нее ты можешь функционировать это тоже очень ценно знать от матрицы это что программы программы да определенные программы по которым ты действуешь очень удивительно что я знаю свои программы но я ловлю себя на том что я действую согласно им и очень тяжело как бы поймать себя в моменте чтобы это же есть пробуждение когда ты ходишь из вот этих программ из этой матрицы вот в рамках пути в пробуждение это может быть интересно чтобы понять и осознать программы которые в тебе работают вот медитация она дает вот этот момент между ситуацией и то как ты подействовал то есть ты не делаешь это уже на автомате а у тебя есть момент когда ты можешь принять решение то есть ты делал действуешь как обычно или ты себя поймал и подумал для чего это к чему это что будет в результате то есть вот медитация дает момент момент перед твоим как бы вот этим вот действием да понятно это ты нам рассказала своей миссии да это предназначение это другое это видно из натальной карты человека да или из его даты рождения это все вычисляется и у меня это очень интересное предназначение потому что у меня солнышко находится со звездой мигрец и она связана с целительством или научной эзотерикой это как раз таки такой астральный проводник как через которого идет информация в этот мир то есть в данном случае я являюсь проводником для других людей очень хочу рассказать можно так расскажу о своем псевдониме который у меня есть лана к я его взяла но неосознанно скажем так он просто пришел я регистрировалась на обучение по каббале надо было ввести ник и вот просто сверху пришло я набрала лана к и через несколько лет слушала задорного он говорит если вы не понимаете смысл какого-то название имени попробуйте прочитать наоборот может вам придет какая-то информация это представляешь я читаю наоборот и наоборот это получается канал это наука о мироздании это наука о мироздании light михаил лайтман очень много можно посмотреть информации в ю тубе как бы мудрые вещи сейчас говорит в основном это про эгоизм про то что все что мы имеем это результат нашего человеческого эгоизма там нету такого это знаешь там очень много про энергию магия это умение управлять энергией когда ты знаешь вот эти законы как функционирует энергия это но вроде получается естественно и легко но человек который не в теме для него это магия понимаешь вот мы боимся того чего не знаем вместо того чтобы высветить светом да включить свет и посмотреть свет это знание чтобы разобраться в этом нам проще испугаться и убежать ну ладно у меня не хватает на все мне везде интересно уже стараюсь лишнее убирать то же 59 скоро времени все меньше как бы хочется основным заниматься саш ну вот скажи пожалуйста допустим вот человек простой человек себе жил и жил а тут понимаешь что его жизни вот это не хватает вот как у тебя насколько человеку важно понимать свою миссию предназначения что это вот ему дает вот сразу ему не надо это смотри предназначение дает ему вот то глубину когда есть вы когда выполняется задача души то есть когда у тебя на душе спокойно но для меня это очень важно потому что это глуп это мы говорим про глубину твоего проживания проживание этого опыта на этой планете то есть ты выполняешь глубинную задачу зачем ты сюда пришел миссию вырабатывает себе человек уже более осознанный то есть когда он готов к служению у него есть потребность служить другим людям вот это уже про миссию то есть это надо сначала выйти наверно на этот уровень до осознать интересно я поняла ну хорошо расположим под видео твои контакты кому интересно обращается в телеграме или на почту хорошо ладно идем дальше саша ну вот все таки возвращаться к нашей теме да мы пробуждение шаги то есть пришла на заплатный марафон по медитациям кстати вот завтра начинается тоже марафон было как он называется но именно марафон радости по моему называли что он будет одни семь дней или еще что сейчас объявили что старт вот 22 завтра в понедельник и он бессрочный до тех пор срочный до тех пор а у тебя конкретно конкретного человека не появится радость да я тоже думаю ну ребята дают под видео когда выложим расположим на него ссылочку потому что я информацию дала вижу живи как записалась мои подружки начали записывать я рада я тоже дала ссылочку моему как бы дорогому человечку у которого завтра день рождения и именно завтра начинается этот марафон радости просто вот такой подарок и для меня и для дорогого человека но вот и вот ты попала на этот марафон и ты потом зашла на онлайн программу так пробуждению что тебе дала дало вот участие в этой программе что ты вот на сейчас можешь как то прошло это сколько два месяца или три что тебе дало участие в сторону пробуждения уже три месяца как бы прошло мне было на этом шаге пробуждению как бы очень комфортно потому что это была моя стихия я понимала о чем говорят наставники наши да но мне вот чего-то не хватает для того чтобы скажем так пробудиться есть постоянные проблески то есть в медитациях у меня идут прикосновения к этому состоянию к этому даже не знаю как но состоянию да действительно просто волшебному состоянию я узнала ну были интересные инсайты вообще тот инсайт который вот я вдруг увидела это опять-таки про эгоизм да когда я помогаю другому человеку я помогаю себе в плане того что я делаю этот мир лучше и я же живу в этом мире для меня это было открытие это вроде так просто но вот реально просто а ты не думаешь об этом ты не задумываешься что просто помочь любому человеку вот как по жизни да ценная же мысль да и мы тогда помнишь обсуждали что как все просто и не надо там сидеть и ждать ну вот сейчас я буду ждать когда плывет вот это большое громадное дело и я его начну делать и нас смеялись что идете хмурый просто ему улыбнись может он улыбнет там не переводи бабушку через дорогу если ей в ту сторону не надо ей надо в другую сторону там еще самые простые элементарные вещи это делаешь другому то есть обычно все привыкли что-то за деньги не думает о что сделал это маленькое мир вокруг улучшится и ты живет мире живет и такой мир твоя реальность ты знаешь я заметила это по поводу за деньги я себе обозначила что в месяц я обязательно делаю несколько подарков до каких-то консультаций людям которые ну вот как бы встречаются на моем пути у меня есть раз в месяц я делаю розыгрыш это вот допустим сейчас будет для львов в следующем месяце для дев и так далее я в этот момент не думаю об отдаче я знаю что вселенная она всегда мне вернет сторицей я я просто это знаю нету вот этой вот огляд какой-то да что я же тебе столько дал значит ты мне там тоже что-то должен нет есть вот это четкое осознание что все вот этот круговорот он никогда не заканчивается если ты даешь мир хорошее она обязательно приходит ну и соответственно если ты в мир даешь не хорошее но тоже приходит и причем умноженное на несколько знаешь у меня в этом месяце была ситуация у меня тут знакомых в турции рождение и подряд у дочки и у мамы и ну чужой стране и сильно понятные ситуации как бы заработок не тут и тоже много его делаю безоплатного сейчас как бы подарки миру и был у дочки день рождения но я подарила определенную сумму к маме и я уже думаю ну они прям такие суммами как бы ну не то что разбрасываясь но существенными но знак ну что у людей достаточно сложное положение здесь тоже сейчас украины и думаю на что ты же дяре сама себе говорю там прекращай вот и можете представить мне пишет клиент у нас в индии уже лет восемь назад она сама из сша она мне пишет что аня я хочу вам привезти деньги а я не могу понять что за деньги за что куда вот она говорит пишет мне у меня я гладала у вас в индии 9 дней я очень помню этот опыт много лет назад он так много вернул мою жизнь и все и сейчас у меня дело трехсуточное сухое обладание и на выходе вот я ночью проснулась решат мысли что мне нужно срочно вам перевести деньги но и она назвала сумму я конечно даже не ожидала ну ни того ни сего понимаешь вот я рассуждена как так неудобно она хотите чтобы я распорядилась может быть нуждающимся маленьким деткам или на операцию или куда вы хотите она говорит вы сами смотрите вот считаете нужным хотите себе заберите хотите и распоряжайте себя вот вам полностью доверяю хорошо ли я в принципе могу отчитаться там написать что там пожертвовала на что там она горит ничего не надо там все хорошо и ты можешь себе представить она мне я вам перевела она мне перевела еще в два раза больше сумму я не знаю почему может быть потому что я это жила что я считаюсь на эти деньги направлю но для меня это вот тоже такая быстрая обратка неожиданная очень существенная конечно ну и для меня потому что понятно и вот куда мне надо куда мне нужно действительно отдать деньги в ближайшее время ты знаешь да вот а мои поездки на ретрит и как бы там ну и остальные моменты то есть вот сумма вот как раз та сумма которая мне нужна на поездку можете представить я сама не сама не сама понимаешь да какой приблизительно идет речь я поэтому сама не ожидал поэтому да и стаёшь ну я не знаю как это сказать ну в моем случае да и ты знаешь я контролер жуткий вот я контроль все случается самым наилучшим образом это я уже как бы спасибо тебе за подсказки в эту сторону это про энергию потому что деньги это денежная энергия и ты вот про произошла определенная магия потому что произошло движение денежной энергии под определенные задачи вот тебе и маги маги еще в другом же помнишь что я всю жизнь или стройкой занималась или еще чем-то то есть постоянно нужно именно деньги зарабатывать а сейчас как бы я эту тему отпустила и хорошо не пришли ну и ладно у меня сейчас нет необходимости именно прямо зарабатывать все что нет необходимости но есть хорошо нету ну и ладно это все что-то происходит в эту сторону саш но не обо мне все таки уже у нас заканчивается время скажи пожалуйста что ты можешь вот рекомендовать вот мы с тобой своей помощью спасибо тебе ты мне помогаешь делать записи встречи с пробужденными теми кто как путешествует пробуждение чтобы ты могла посоветовать людям которым стало интересно это тема чтобы не ходить кругами долго но чтобы не ходить долго кругами вот это прекрасная сейчас возможность пойти на марафон потому что там как бы сосредоточено все самое лучшее и те наставники и мастера которые там присутствуют они очень ну грамотно дают ответы вообще школа гивина мне нравится в чем в том что там нет религии там нет национальности там нет каких-то обид и так далее то есть все выходит на какое-то очень простое легкое общение это так здорово когда не не страшно сказать что ты тут не прав ну посмотри на себя со стороны это так забавно и нету там никаких вот этих вот козни или что-то такое настолько открытые люди настолько простые они тебя увидят тебе что-то но рассказывают не про тебя и так вот себя видишь на тебе не обидно вот ну допустим я когда видела себя в какой-то момент мне так смешно думаю ну надо же ну что же это я ну как ну как ребенок елки-палки вот эта практика смехотерапии да когда дается время посмеяться и каждый смеется о своем кто-то над собой кто-то над ситуацией кто-то вообще какие-то глубинные моменты выходят удивительно то есть там настолько глубинные практики они очень элементарные но просто мы не осознаем какая там глубина не осознаем я вот меня начало доходить я уже третий раз пошла на этот онлайн шаг пробуждению думаю ну надо же но вернее не то что доходить а просто действительно открывается новая глубина новая глубина новые слои открываются и становится все интереснее и интереснее да я помню как мы с тобой общались по поводу практики да когда после каждого упражнения надо ложиться и полежать чуть-чуть то есть для тебя это было ну а это очень как бы глубинный процесс когда ты выходишь на ну когда мы совершаем какое-то действие да это какие-то вот баллы там децибел или что-то да а когда мы ложимся это мы выходим в ноль то есть вот перед каждым упражнением надо выйти в ноль мы не умеем до приобретаемся со страшной себя попробуй расслабиться на этой прекрасной ноте расслабления мы с тобой заканчиваем нашу третью встречу и надеюсь встретимся с тобой еще беседуем у нас еще есть с тобой поговорить спасибо тебе большое тебе дамась и пока пока ребята встречи надеюсь вам было интересно до свидания